Слава нашему Господу! По милости Господней мы пришли на место сию, хоть как уже брат напоминал нам такая погода, пасмурная немножко, дождик, но Господь здесь на сьем месте. И сила Господня, она не умолилась, потому что написано «Господь вчера, сегодня и вовеки тот же». Он не меняется. Он всегда остается тем же, который был при создании мира и до сего места. И Он не поменяется в будущем. Господь, Он, таков, как написано в Слове Божьем, Он не поменяется. Знаете, я буду читать Слово Божье, это вначале я прочитаю Псалом. Псалом Давида, коротенький Псалом, это Псалом 132. Написано так. «Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Аарону, востекающий на крае одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь навеки». Это действительно хорошо и приятно, когда вот, как Давид говорил, когда братья живут вместе. Когда, знаете, можно жить в одном доме, но не быть вместе. Но можно жить в других городах, можно жить даже в других странах и быть вместе. И это важно сегодня, быть вместе. Я буду еще читать Слово Божье, это Иоанн Луки с 22 главы, с 24 стишка возьму. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да едите и пьете за трапезу моей в царство моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилев. И сказал Господь, «Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Такое место из Слова Божьего, которое, я думаю, мы часто читали, знаем. И я хотел бы наше внимание обратить на слова Иисуса Христа, которыми он обратился к Петру. Он говорит, «Симон, Симон, сатана просил сеять вас, как пшеницу, но он говорит, я молился о тебе, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Знаете, вот эти слова, которые Иисус Христос сказал, к Петру обратился, они мне очень часто не дают покоя. Очень иногда даже слезы на моих очах, плачь пред Господом. Здесь Иисус говорит, что сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Знаете, может быть, кто из вас когда-либо занимался сельским хозяйством, я когда-то вырастал в селе, я бывало сеял траву, зерно сеял, я знаю, как это делается, это набирается в руку, это зерно, бросается, оно летит между пальцами и рассевается в разные стороны, и очень редко бывает, когда две зерны или, может, три вместе, а все порозунь падают. Так сеется пшеница. И написано, что сатана просил об этом Бога, чтобы сеять так народ Божий. Это не воля Божия в том, чтобы так сеять. Это сатана просил. Знаете, в Слове Божьем мы встречаем два места, но я так конкретно уже полностью не исследовал, но два таких ярких места, о которых написано, что сатана обращался к Господу, к Богу обращался. Это мы можем вспомнить об Иове, когда предстали сыны Божьи, и сатана предстал, он клеветал на Иова и просил кое-что у Бога. И здесь также написано, что сатана просил у Бога. Я не знаю, по каким причинам, но Бог почему-то позволяет иногда врагу что-то делать. И написано, что Он просил, чтобы сеять нас, как пшеницу. Вы знаете, что говорит об этом Слово Божье? Хорошо ли это, когда мы рассеиваемся, как пшеница? Хорошо ли, когда у нас нет этого единства и нет соединения вместе? Христос говорил, что Я молился о Тебе. Дальше мы читаем, Иоанна мы можем читать в 15 главе, в 17 главе Иисус молился к Отцу и просил, да будьте едины, как Я един. Он умолял Отца Своего, чтобы, как мы одно, как Я в Тебе и Ты во Мне, так они будут едины. Это было желание Иисуса Христа, чтобы ученики Его и чтобы последователи Его были едины. Знаете, сегодня очень часто, знаете, у меня слезы на глазах и хочется плакать. Иногда встаешь на колени и действительно плачешь, потому что видишь печальную картину вокруг, потому что видишь, что нету мира, нету этого единства, нету этого согласия. Знаете, я не говорю о том, что мы должны все как-то в одно соединяться. Знаете, есть, сегодня собираются, чтобы соединить все религии в одно, чтобы соединить все под одно. Я не за это говорю, друзья мои. Слово Божие нас предупреждает, что появляться лжепророки, появляться лжихристы, появляться те, которые будут извращать народ Божий. И Слово Божие нас предупреждает, что мы удалялись от этого. Но не об этом я сегодня хочу говорить. Я хочу говорить о том, о народе Божьем, о нас с вами. Знаете, иногда между нами бывает разделение. разделение по пустякам, можно сказать. Знаете, один понимает, нужно вот так одеваться, а другой по-простому одевается свободно, как ему нравится, и не могут быть вместе из-за такой маленькой причины. Другие еще что-то придумывают, третьи еще что-то, и не могут быть вместе. Это замысел сатаны. Это замысел врага нашего. Чтобы народ Божий, он не был вместе. Чтобы мы не могли быть вместе и не возносили молитвы вместе. Знаете, можем читать в Слове Божьем, когда Первая Церковь, она начала существовать на земле, и написано, что они молились, и по молитве их поколебалось место. Но дальше говорится, и у них было одно сердце, у них были одни мысли. Поэтому была молитва, поэтому было единение, поэтому сила Господня сходила. Знаете, а если нет единения, если нет единства в Духе, если нет одного понимания, не будет молитвы, не будет сходить сила Божья, потому что есть разделение, и исполняется воля врага душ человеческих, и народ Божий сеется, как пшеница. Сеется и нет этого соединения вместе. Знаете, в Слове Божьем очень много есть мест, о которых говорится, что мы должны быть вместе, должны быть единомысленны, должны стремиться к тому, должны искать того, чтобы у нас были одни мысли, чтобы у нас было одно стремление, чтобы мы держались друг к другу, чтобы мы соединялись и шли за Господом вместе. Ибо в этом наша сила. В Слове Божьем мы читаем в притчах, что нитка трое скручена, она не скоро порвется. И мы можем читать, когда народ израильский переходил в обетованную землю, и мы читаем, что некоторые отставали, уставшие были, отставали, и амалекитяне нападали на них, те, которые отстали, те, которые не вместе были, и поражали их, убивали их, потому что они не были вместе, они отстали. Знаете, и сегодня также может быть поражение из-за того, что мы не вместе, из-за того, что наш дух не может соединиться вместе. Как я говорил, вот такие мелочи я вот так понимаю, а брат мой так понимает, сестра еще как-то по-другому понимает, и между нами разногласия. Знаете, апостол Павел говорит, что в первом послании Коринфянам мы можем читать, что... Я даже прочитаю это место. С первой главы можем читать послание Коринфянам. С десятого стишка. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соедини были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних военных сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры». Знаете, вот иногда на интернете можно найти, можно просто даже в церкви услышать, можно сказать, споры. Или вот как политически бывает, какой-то деятель политически что-то высказал, какую-то мысль, и потом собираются люди и начинают оспаривать. Тот говорит, он правильно сказал, тот неправильно, и начинаются дебаты, начинаются споры между людьми о том, что он сказал. Знаете, и нечто подобное сегодня, к сожалению, бывает в церквях наших. Одно слово прочиталось, и начинаются разные мысли. Я понимаю то, что апостол Павел говорит, в этом же послании к Коринфянам, он говорит, что между вами бывают и разномыслия. Он говорит, чему охотно верю, чтобы открылись искусные. Но знаете, перед этим написано, выше один стишок написано, что не должно этому быть. Не должно так быть. И он говорит, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Это слова апостола Павла. Он не хвалил их за это. Сегодня, знаете, можно брать один стишок, вырывать, что так должно быть. Должны между нами быть разномыслия, чтобы открылись искусные, чтобы открылись, я не знаю, в каком роде искусные. Но апостол Павла говорит, не похвалю вас за это, за то, что между вами разномыслия. Не похвалю вас за это, за то, что у вас разные мысли. Знаете, мы все человеки, мы все человеки, и, к сожалению, мы не можем мыслить одинаково. Знаете, вот я с женой своей 16 лет, почти 17 мы прожили, и сейчас у нас бывают разные мысли. И сейчас у нас бывает, что вот жена так понимает, и я вот так понимаю. Но, знаете, это не ведет нас к тому, что мы начинаем ссориться. Слава Господу, до этого времени у нас не было ссоры в семье. Мы не поссорились. Но у нас есть разные мысли, но как важно, когда вот эти разные мысли мы обсуждаем, и мы решаем это мирным путем, стремясь к тому, чтобы понять, что же Господь от нас хочет, где же истина. И Слово Божье нас учит к тому, чтобы мы искали мира, чтобы мы искали единения, чтобы мы искали соединения, чтобы мы могли сказать, как я прочитал Псалом, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Чтобы мы искали общения друг с другом, чтобы мы, когда увидели брата или сестру, чтобы мы бежали, нам хотелось поздоровиться с Ним, нам хотелось пообщаться с Ним. Мы читаем в Слове Божьем, Иоанн говорит, что если вы во свете ходите, подобно как Он во свете, то вы имеете общение друг с другом. Я своими словами говорю. Вы имеете общение друг с другом, и тогда кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха, если мы имеем общение друг с другом, если мы имеем соединение друг с другом, если между нами мир, если между нами любовь Божья. Знаете, сегодня я буду даже открыто говорить, в нашей местности мы посмотрим, сколько церквей. Для чего это, друзья? Почему это? Разве между нами есть такие разные учения? Между нами есть какие-то заблуждения, вроде все служат Господу, все понимают одинаково, а вместе не могут быть, а вместе не могут молиться, а вместе нет соединения этого духовного, душевного. Это беда, это мои слезы перед Господом. Как хочется, чтобы мы жили как братья вместе, как хочется, чтобы мы соединялись вместе, как хочется, чтобы мы искали Господа вместе. Сегодня тот говорит, тот харизмат, а тот говорит, тот законник. Это не угодно, друзья мои, Господу. Господу угодно, чтобы мы соединялись воедино. Господь хочет, чтобы мы искали мира. Господь хочет, чтобы мы искали соединения друг с другом. Господь хочет, чтобы мы искали того, чтобы мы, когда мы помолились, по нашей молитве поколебалось место, чтобы благодать Духа Святого сходила, чтобы сила Божья действовала среди нас, А для этого нужен мир. Мир в сердцах наших, мир в семьях наших, мир в домах наших, мир в церквях наших, друг с другом. Чтобы Господь сегодня действовал среди нас, знаете, мы можем просить у Господа. Мы можем просить у Господа, Господи, пошли дары свои. Господи, излей силу свою, а не искать мира с братом своим, не искать мира с сестрою своей. Знаете, мы никогда этого не получим. Но если мы будем начинать с самого маленького, Иисус говорит, когда ты был верен малым, тогда над многим тебя поставлю. Если мы начнем с малого, если мы будем искать мира, если мы будем искать соединения друг с другом, если не будем делиться на какие-то группы, на какие-то понятия свои человеческие, хотя это все пустяки, друзья мои, все это ничтожество. Господь хочет, чтобы мы вместе служили Господу, чтобы мы вместе искали Бога, чтобы мы вместе служили Ему, чтобы мы вместе поклонялись нашему Господу. Знаете, очень много апостол Павел говорит о том, чтобы искали того, чтобы были одни мысливы, чтобы было одно желание, чтобы было одно стремление, чтобы был мир. Вся Библия говорит о том, что мы должны стремиться к миру. Что мы должны стремиться к тому, чтобы искать Господа. Что мы должны сносить друг друга. Апостол Павел говорит, что для всех я сделал, совсем для чего? Для того, чтобы, по крайней мере, приобрести некоторых. Для Еленой был как Елен, для Иудеев, как Иудей. Для тех был как те, для того, чтобы приобрести некоторых. Знаете, бывает, я вот так понимаю, значит, все должны быть вот так. Я вот так вижу, значит, все должны вот так видеть. А Господь нас призывает тому, чтобы мы понимали, как апостол Павел также говорит, я понимаю совесть не свою, а ближнего моего. Я понимаю то, что я ближнему могу соблазь принести. Я понимаю то, что служит к миру ближнему моему. И стремиться к этому, друзья мои. Стремиться к тому, чтобы искать Господа. Стремиться к тому, чтобы искать единение. Чтобы было одни мысли у нас. Знаете, этого нелегко достичь. Это, наверное, тяжело достичь. Но это возможно с помощью силы Духа Святого, с помощью Господа нашего Иисуса Христа. Для этого нужны нам молитвы, друзья. Для этого нам нужно преклонение пред Господом. Для этого нам нужно смирение друг перед другом и перед Богом. Чтобы не возвышать себя, не показывать, какой я хороший, какой я правильный. А смирять себя пред Господом и искать пользы ближнего. Написано, не о себе только пиктись, не о себе только думать, но и о других. Это не только о плоти говорится, не только о том, что вокруг нас, что это видимое. Потому что Слово Божие нас предупреждает, если для нас Господь нужен только в этом видимом, только в этом, которое окружает нас, мы несчастнее всех человеков на земле. Для нас главное должно быть, это наша душа, это спасение, это вечность. Если мы будем помышлять о том, что служит спасению брата моего, что служит спасению сестры моей, что послужит тому, чтобы моя сестра и мой брат, или пускай даже споткнувший, пускай даже отошевший в сторону, что послужит тому, чтобы он поднялся, что послужит тому, чтобы Господь наполнил в нему, чтобы Господь даровал ему силы, что мне сделать для этого. Но если будем искать этого, Господь будет обильно благословлять нас. Я верю этому, друзья. Я верю тому, что Господь, Он верен в Слове Своем. Я верю тому, что Слово Божие говорит, если у нас будут единые мысли, мы будем склонять колени, и благодать Духа Святого будет сходить на нас. Знаете, я не ищу того, чтобы место колебалось на месте сием. Но я ищу того, чтобы у нас были одни мысли, одно сердце. Чтобы благодать Божия действовала среди нас. Чтобы сегодня Дух Святой вел нас. Потому что мы живем в время очень тяжелое, очень страшное, очень обманчивое. Где враг пытается обмануть, где враг пытается запугать нас, запутать нас. А Господь хочет ввести нас на свет, Господь хочет ввести нас прямым путем. Господь хочет, чтобы мы шли за Ним. Чтобы мы жили как братья вместе. Чтобы на нас отстекал этот елей благодати Божией. Божией, стекающий, как написано на бороду, бороду Ааронову, стекающий на крае одежды его. Это Дух Святой, который может быть сегодня помазанием на каждом из нас. Знаете, мы почти все крещены Духом Святым. И мы имеем обетование. Вы примите силу, когда нас идет на воздух Святой. Вы примите помазание, которое поможет вам идти. Знаете, а мы сегодня часто ищем своего. Мы часто ищем того, чтобы все было так, как мне кажется правильным. Чтобы все было так, как в моих глазах кажется правильным. А забываем о том, что есть Господь, который зорько наблюдает над каждым из нас. Который хочет, чтобы написано, все люди спаслись. Не только я спасся, не только даже моя семья. Но чтобы все спаслись. Он помышляет о том, чтобы спасти даже и отверженного. Это Слово Божье говорит. Иногда, знаете, мы можем махать рукой на кого-то. Говорит, о, это волк и тому подобное. Это уже отпавший. И махать просто рукой и отворачиваться. Но Господь к этому нас не призывает. Господь призывает нас к любви. Господь призывает, чтобы у нас была любовь, подобная, как в нем была. Что мы могли любить, действительно любить любовью Божией. Что мы действительно могли помогать друг другу. Помогать друг другу идти за Господом. Помогать друг другу держаться Господа. Помогать друг другу быть вместе, быть вместе в одних мыслях, соединяться в одном Духе. Как это прекрасно, друзья, когда склонили колени, и благодать Господня наполнила, и вместе подняли руки, и Дух Святой запел в сердце нашим. Знаете, как хорошо это! Как приятно, когда собрался народ Божий, и сошла благодать Духа Святого, и мы чувствуем, что мы одно. Потому что мы есть все одно тело под главой Иисусом Христом. Мы не можем быть порознь, мы не можем быть отдельно, мы не можем выжить отдельно. Потому что рука не может сама жить по себе, нога не может жить сама по себе, палец не может, глаз не может, ничто само по себе не может. но все совокупно вместе под главой Иисусом Христом, оно имеет жизнь, оно имеет действия, оно имеет какие-то движения и тому подобное, если мы соединены под Господом и соединив воедино и держимся один другого. Это учит нас Слово Божье, друзья, и к этому мы должны сегодня стремиться, к этому мы должны искать сегодня, к этому мы должны обращаться в свои молитвы, чтобы Господь сегодня наполнял нас, чтобы сила Божья, она сходила на нас, чтобы нам не смотреть на брата моего, он не такого, он куда-то ушел не туда, но чтобы нам смотреть так, как подобно. Но еще шел человек, самарянин, увидел израненного, увидел нуждающего, он не был всего народа, но он жалился над ним, он перевязал раны его, он посадился на своего осла, он позаботился о нем, он отвез его в гостиницу и на будущее даже позаботился. А мы иногда, знаете, можем смотреть только на себя, лишь бы мне было хорошо, лишь бы мне спастись. Знаете, если такие мысли будут нас, наше спасение может быть под вопросом, друзья, потому что Бог, Он есть Бог-любовь. И если я эгоистичен, если я думаю только о себе, мое спасение под вопросом, да поможет нам Господь, друзья, сегодня искать Господа, искать силы Божьи, искать наполнение Духом Святым, потому что любовь Божия, она излила в сердца наши Духом Святым. И мы не сможем своими силами, я не смогу, никто из нас не сможет быть таким хорошим, но если у нас будет сходить благодать Божия, если мы будем наполняться Духом Святым, если будем держаться Слово Божьего, если будем вникать в это Слово Божье, стараться всячески исполняться Духом Святым, чтобы Он вел нас, тогда мы сможем победить все, тогда мы сможем пройти, друзья, тогда мы сможем держаться друг друга, тогда у нас будет одно сердце, будут одни мысли, и будет благодать Господня действующая среди нас. Поэтому, друзья, будем искать этого, будем искать того, чтобы нам искать единство. Единство не в том, что мы просто в воскресенье, в пятницу, еще в другой день собираемся, не просто в одной церкви находимся, знаете, мы не просто коммуна какая-то, мы не просто группа какая-то, мы не просто общество какое-то, мы есть тело Иисуса Христа, мы есть живые дети Господа нашего Отца Небесного, мы есть народ Божий, мы есть люди святые, люди взятые в удел, и мы не просто церковь, мы не просто индианола церковь, мы не просто шеретана церковь и еще чья-то церковь, мы есть тело Иисуса Христа, а Он глава наша, и мы должны держаться главы нашей, мы должны держаться друг друга, мы должны идти за нашим Господом так, как учит нас Писание. Да поможет нам, друзья, в этом Господь, да поможет нам сила Духа Святого, чтобы нам сегодня не заблудиться, чтобы нам сегодня искать мира, чтобы нам сегодня искать единения, чтобы нам искать того, чтобы быть угодными нашему Господу, чтобы у нас были глаза наши открыты, чтобы мы могли различить сегодня, где есть лжехристы, где есть лжеучителя, где есть лжеапостолы, как сегодня уже много появилось и других апостолов и тому подобное, чтобы нам сегодня держаться друг друга, держаться Слово Божьего, иметь глаза наши открытые, иметь глаза наши помазанные мазью Божьей, чтобы нам сегодня видеть, чтобы нам сегодня видеть, как идти за нашим Иисусом, как Его держаться, как стремиться к тому, чтобы мы достигли всех познаний истины, чтобы мы достигли всей вечности. Поэтому да поможет, друзья, нам Господь. Сейчас перед нами будет молитва, знаете, мне хотелось бы помолиться вместе с вами о том, чтобы Господь даровал нам единое сердце, чтобы мы сегодня немножко позабыли о себе, но чтобы мы подумали о брате, чтобы мы подумали о сестре, чтобы мы вознесли молитву друг за другом, чтобы Господь нам помог иметь одно сердце, иметь одни мысли, чтобы мы сегодня не только видели себя, не только видели свои нужды, не только видели свои переживания, но чтобы наши глаза, они были обращены и на брата, и на сестру, которая нуждается. Я говорю о духовной стороне, друзья мои. Я говорю о том, что как много сегодня нуждающихся, как много сегодня обессиленных, как много сегодня нуждающихся просто, чтобы поддержать его. Знаете, я вспоминаю такой пример, как-то слышал один брат проповедовал, говорит, он проходил очень тяжелое время в своей жизни, очень духовное состояние было у него тяжелое. И он говорит, я старался приходить на собрание, когда уже собрание началось, и старался уходить, когда оно еще полностью не закончилось. Потому что не хотелось, чтобы кто-то трогал меня, не хотелось, чтобы кто-то улез в душу мою, не хотелось, чтобы кто-то расспрашивал, что с тобою, почему ты вот такой, почему ты так делаешь. Просто, говорит, тяжелое время проходило, и было очень тяжело. И вот однажды каждый так получилось, что задержался, и после собрания, уже закончилось собрание, а я, говорит, остался на месте. Вот смотрю, идет брат, и прямо ко мне идет. Я думаю, ну все, сейчас начнет расспросы, сейчас начнет, почему это с тобой, что такое. А я, говорит, сижу на лавке, опустил голову, он, говорит, пришел, сел возле меня, положил руку мне на колено, говорил, опустил голову и начал плакать. Он, говорит, ни одного слова не прононил, он не сказал ни одного слова. Он, говорит, посидел возле меня, поплакал и ушел. Но, говорит, это принесло мне очень большое облегчение. Это принесло мне мир в сердце моё. После этого, говорит, я начал подниматься, я начал восстановляться. И как важно сегодня, друзья, иметь ведение Божие, не спешить всегда словами. Мы словами можем поранить, мы словами можем принести даже ущерб брату или сестре. Иметь ведение Божие, чтобы поступить правильно, чтобы поступить благоразумно, чтобы иметь помазание Духа Святого, чтобы знать, когда сказать, а когда просто посидеть и поплакать вместе с братом. Да поможет нам, друзья, Господь, чтобы нам искать этого, чтобы нам искать поддержки друг друга, чтобы нам искать того, чтобы нам соединяться вместе, чтобы нам быть единым, чтобы у нас было одно тело под головою Иисусом Христом. А Ему за все слава. Аминь. Будем молиться друг о друге.